Дорогие друзья, периодически я буду выкладывать такие тоже небольшие ролики, в котором буду говорить еще лично свое мнение относительно тех или иных вещей, которые происходят у нас сейчас и так далее. Так как я, естественно, занимаюсь очень много и эстетикой, и занимаюсь различными эстетическими вопросами, то очень хотелось бы осветить такую тему потрясающую, как подражание. Подражание вот в каком плане. Я смотрю действительно очень много сериалов. То есть это вот прям буквально моя страсть, которой я занимаюсь постоянно. И периодически я смотрю на тот ужас, который происходит у нас на отечественном телевидении. А отечественное телевидение делает следующие потрясающие вещи. Она начинает, ну, плагиатом это не назвать, потому что они действительно выкупают те или иные права на экранизацию тех или иных вещей. Но, дорогие кинодеятели, да, те, кто делают сериалы нашей стране и так далее. Кстати, дорогие зрители, пишите, что вы думаете по данному вопросу, потому что, может быть, мое мнение, оно как бы не последнее и может не совпасть с вашим. И, конечно, тоже интересно послушать вас по этому поводу. Итак, в прошлом году и периодически нас удивляют всякие разные каналы тем, что делают следующие потрясающие вещи. Например, они переэкранизировали сериал «Кости» в прошлом году. Если они это сделали, то это сделано было достаточно бездарно, потому что мы скопировали только форму, а содержание выкинули вот просто напрочь. И в такой среде, то есть, опять же, непонятно, кто занимался кастингом. Это очень напоминает, знаете, пародийное такое шоу, которое было большая разница. Вот если бы это было снималось в каких-то пародийных целях и так далее, это было бы смешно, наверное. А это действительно они решили, и там, если присмотритесь, да, на сериал «Кости», так мне на днях тут моя подруга, она еще скидывает, что на костях-то они не остановились. Следующее, на что они пошли, это «Доктор Хаус». Правда, я не очень люблю «Доктора Хауса», но все равно то, что они из него сделали, ну, это, мягко говоря, не очень хорошая операторская работа, и, судя по тому, что было показано в трейлере, сделано достаточно, ну, неказисто. А при этом надо еще увидеть следующий момент, что они пересняли сериал «Кассл». И вот что интересно, сериал «Кости», «Кассл» идут уже на протяжении больше 10 лет, то есть сериал «Кости» составляет на данный момент 12 сезонов. Что такое 12 сезонов? 12 сезонов – это жизнь, жизнь маленького человека 12 лет. А вот теперь представьте, что действительно этот человек смотрит этот сериал на протяжении 10 лет. Как вы вообще думаете то, что человек сейчас забросит и выбросит те образы, которые ему полюбили с детства, и сделает абсолютно новые, и будет действительно хавать ваш продукт? Нет, дорогие киноделы, ваш продукт, он так хаваться не будет, потому что, к сожалению, все уже выросли на этих сериалах. Если в свое время успех таких проектов, как «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», они действительно были в свое время очень популярны. Правда, интересно, как экономическая ситуация 80-х годов легла на экономические и какие-то рельсы России 2006 года, это достаточно интересный вопрос. Но все равно при этом было сделано полное копирование, и при этом об этих сериалах, да, то есть о сериалах «Няня» или «Жената с детьми» за отсутствием интернета никто не знал. Но на что вы рассчитываете, когда вы видите сериал, когда вы переделываете сериал «Костя» или «Касла», потому что «Касла» играет, ну, если в самом сериале «Касл» играет замечательный актер, потрясающий, то здесь, наверное, я должен сказать спасибо киноделам за то, что они не делают, не предоставили Стаса Михайлова на главную роль, а всего лишь Чумакова. Но все равно данный персонаж, он уже существует в сознании, и заменить его некоторым симулякром – это достаточно безбожно по отношению к тем, кто действительно любит и ценит эти сериалы. И при этом такое бездумное копирование сериалов, оно ни к чему хорошему не приводит, потому что надо сказать, что при всем при этом наши сериалы бывают очень-очень качественные, как, например, «Небесный суд», который там два сезона, и там настолько потрясающая операторская работа, актерская игра, что и сама идея, она настолько получилась актуальной, и сериал получился живой. Когда кто-то с чего-то копирует, есть удачные примеры копирования, когда, например, скопировали сериал «Родина», «Американцы» и так далее. Это, безусловно, есть, но когда копируют абсолютно бездумно, не пытаясь вникнуть в суть перипетий, а просто некоторое копирование как под кальку, то это ни к чему хорошему не приведет. Спасибо, подписывайтесь на наш канал. Да, они реально причем переснимают, то есть это даже не то, что там были интерны, которые были якобы калька с клиники и так далее, а вот прям реально доктор Хаус с палочкой ходит, и то есть вот это вот все… Не называется теперь это? По-моему, доктор Рихтер. Но это на самом деле так все очень странно, при этом упускаются, как мне кажется, вообще самые главные вещи, которые присутствовали в этих любимых сериалах. А зачем все это делается? Там все по сценарию, все прописано, абсолютно все те же идеи, все то же самое, да? И импортозамещение.